В региональном правительстве состоялось первое заседание комиссии по вопросам участия области в федеральных целевых программах и госпрограммах в 2013 году. Наиболее успешно на территории региона в последние годы работают программы модернизации образования и здравоохранения. Однако есть шанс развивать и другие сферы жизни за счет федеральных средств. Мы можем сейчас войти в соответствующие программы, в которых мы еще пока с вами не принимали участие. Например, тоже Минрегион, в котором мы не так много принимаем участие, а у него есть программы для развития регионов. И еще целый ряд министерств, где мы пока не проявили себя. Небывалой поддержкой на ближайшие годы заручился Ивановский спорт. Губернатор лично встречался с министром спорта Виталием Мутко и теперь в регионе построят спортивные центры, физкультурно-здоровительные комплексы, появятся новые футбольные поля. Выделены средства и на строительство многострадального дворца игровых видов спорта. Вдаваться в перипетии, быть дворцу на месте депо или нет уже некогда. Предоставленные на этот год деньги нужно осваивать. В противном случае в следующем году их перераспределят между другими регионами. Более расторопными. Деньги на этот год в федеральном бюджете, в областном заложены. По последующему финансированию тоже понятно, что если мы в этом году выполним свои обязательства и освоим те средства, которые есть у нас в лимитах федерального бюджета и областного, нам вот предоставлены объемы средств, исходя из этого освоения. Что касается туризма, то львиную долю полученных от государства средств планируют пустить на развитие плеса. Волжской жемчужине для начала нужно избавиться от выгребных ям и обзавести с канализацией, чтобы называться туристическим центром области. А потому деньги направят на обновление инженерной инфраструктуры города. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Продолжение следует...